Что делать, если день пошел не по плану? Положиться на друзей? Вместе с Двагис город подскажет, где ваши друзья стригут собак. Кому доверяют машины? И как восстанавливают силы? Обращайте внимание на отзывы друзей в Двагис и оставляйте свои. Двагис, дай мне знак. Всем привет, ребята! Сегодня у нас пятница, 13 октября. Начинаем мы нашу рабочую смену. Время 22.40. Как всегда, планировал выйти пораньше, а получается попозже. Встретились с ребятами, с видеооператором, с монтажером. Сейчас будем снимать для вас новый ролик. И посмотрим, что у нас изменилось по сравнению с тем, что было летом. Потому что, как известно, конечно, все равно в тарифах элит заказов, наверное, осенью поменьше. Но знаете, в связи с санкциями, да, теперь... Вот его санкции. Уже первая санкция, первый заказ. Заказ отменен. У меня пришел первый заказ. И клиент меня попросил не снимать. И даже с блюром лица его нельзя снимать. А я к нему еще не доехал. И я просто написал, здравствуйте, вы можете отменить заказ. Знаете, он культурно ко мне обратился. Я ему также культурно ответил, что, ну, в принципе, перезакажите автомобиль. И все. Будет намного проще. Скоро в Москве вообще невозможно будет что-то снимать. И показывать вам. В связи с санкциями автомобилей Майбахов становится не так уж много, да. И начали привлекать китайские автомобили Хон Чи или Хон Джи. Ты что, эманутый? В тарифах элит пока их нету. В тарифах элит теперь появился автомобиль Зикр 009. Это китайский какой-то такой минивэнчик. Я знаю, что по Москве уже начали они ездить. Но их не так много. Возможно, даже вообще один. Так, и сразу же попался второй заказ. Едем на него. Первый заказ. 900 рублей. Не густо. Можешь сами спросить? Да, можно. Банка, пожалуйста. Успей пофоткаться, успей всех пропустить, е-мое. И успей еще клиенту дверь открыть. Как в старых добрых роликах. А сюда, на частную территорию. Ну, какая частная территория? Хорошевское шоссе 12, короче. Видеооператора с монторором не пустили. Там сидит охранник в будке, который не дает снимать нам. Тут съемка видео запрещена, блядь. Водители и курьеры, не забывайте подключаться в мой таксопарк «Таксуем на Майбахе». Приложение доступно в Google Play, App Gallery и App Store. По промокоду «Майбах» получайте неделю без комиссии парка. Вас ждет круглосуточная техническая поддержка, вежливый персонал и моментальные выплаты на вашу банковскую карту. Жду вас всех. Здравствуйте. Доброй ночи. Вы вдвоем? Да. О, а вы из Ютуба? Да. Так все, ну, Майбахе, здравствуйте. Здравствуйте. Не ждать больше там никого? Нет, здравствуйте. Сын не хочет никуда ехать, пусть это не простые люди к нам. Я остаюсь! Я буду здесь жить! Да, поговори с ним, у меня уже силы нет. Что ты хочешь? Хер ли тебе надо? Ты что за ними проси, тут кем нахуй сидишь, бля? Какой гер хом, нахуй? Ну, нажрался. Приятные новости для пассажиров Яндекс.Такси. Тариф Ultima. С 15 октября повышаются пассажирские тарифы. Стоимость километров пути по городу вырастет с 50 рублей до 55, а за городом со 100 рублей до 120. Стоимость минуты также. Стоимость подачи будет включены 5 километров и 15 минут, а раньше было 8 километров и 16 минут. Минималка получается, ребята, да, теперь вот по центру, когда ездишь, вместо 10 километров, раньше платили 1799 рублей, теперь 5 километров. Если проешь лишние километры, например, лишние 5 километров, то поездка должна стоить около 2000 рублей, что-то такое. Ну, в ближайших роликах мы посмотрим, поменялись ли суммы поездок, потому что часто клиенты пользуются скидками от Яндекса, да, и в большинстве случаев скидки идут за счет водителей. Заебись! Зови меня со мной И приду скослые ночи И отправлюсь за тобой Чтобы быть мне не пророчен Здесь только для такси, а мы как бы мечтаем с такси. Если не захотите взаимный пиар? Взаимный пиар? Телеграмма загоним, мы его на все купы. Что у вас за телеграм? У меня 18 тысяч. Охуеть, спасибо, папаша! Телеграмм чем занимается? А, ну, тиктокер. А, ну и видно. Может, можно тут снимать? Да снимайте, пожалуйста, конечно. Блядь, фломастеры посыпались. Ха-ха-ха. Давай, давай. Давай, давай. Мне сегодня водитель скинул видео. Не только у меня в Майбахе кладут на сиденье свои прекрасные ноги дамы. Тариф бизнес-класса ему попал с пассажирка, которая, видимо, надоела сидеть так, как нужно сидеть в автомобилях, и она положила свои прекрасные ноги на сиденье. Водитель попросил ее культурно убрать, но не тут-то было. Пассажирка начала учить его, как правильно надо работать, и пообещала, что больше он в компании Яндекс не будет работать. Ну, естественно, поставил ему колл, после чего у водителя понизился рейтинг. Система рейтинга в Яндексе такова, что алгоритм такой, что если пассажир всегда ставит пятерки, и в какой-то поездке ему не понравилась данная поездка, например, с водителем, он может поставить колл, Яндекс ее не уберет. Видимо, у пассажирки перед этим попадались все водители, которые разрешали ей ноги ставить, а в данном случае попался тот, кто не разрешил. Рейтинг понизился, я это видео опубликовал в Телеграм, кому интересно, переходите, смотрите. Я сейчас, когда заправлял машину, девчонка там кричала через дорогу, что я на депутата похож, не знаю, это комплимент или нет. Выборы, выборы, кандидаты, думайте сами, решайте сами. Алло. Алло, да, здравствуйте, вы подъехали? Здравствуйте, да, я, если выйдете из мема, налево метров, наверное, 10. Стой в ряду. Так, а вы не около мема, получается, да? Около мема в 10 метрах, просто, ну, здесь парковочных мест нету, и машины едут, я не могу остановиться, переградить пути. Ну, хорошо, бейте, тогда я отменю. Почему? Я прямо возле мема стою. Ну, 10 метров, а я поняла, вы можете остановиться и зайти в мема? Остановиться что? Вы можете остановиться около мема и зайти туда? Нет. Хорошо, давайте тогда я перезакажу такси. Хорошо. Спасибо. Вообще непонятно, зачем я должен заходить в заведение. Пришло 1800 рублей, я не понимаю, типа, я должен остановиться около мема, где нету парковочных мест, и так сейчас нарушая, получается. Здесь ездить бывает сот. Заходить за кем-то, возможно, забирать, да, да, кого-то. Ну, ребят, дело каждого, выбор каждого, да, там, вот ребята стоят с закрытыми номерами здесь, я этими делами не занимаюсь, короче. Правильно или нет, кто-то хочет заработать, возможно, пойдет за ней, думая, что там какой-то чай прилетит или другое что-то, я нет. Типа, блин, у меня есть вот функции, да, там водителя, не больше. Типа, блин, я вас в ютубе видел, снимите на меня, это, это звезда. Я извиняюсь, как вас зовут, я забыл. Когда смотрел ваше видео, думаю, вот, вот попаду и буду молчать. Ты, наверное, могу повернуть, там ничего не слышно? Поверните, если можно. Ох, так бывает, нифига себе. Ох, так бывает, нифига себе. Блин, я за звездой еду. Да какая звезда, е-мое, я что? Можно вот ко всем мужчинам возвращать? Нахуй я такой. Это моя обратная камера повернуешь? Нет, я просто хочу вызвать свою боль. То, что все мужчины изменяют все время. Не все. А женщины, нет? Все мужчины все время изменяют. Я ни разу даже не на кого-нибудь посмотрела. Даже себе в самых смелых устных, я уже не знаю, что это было. Я вообще с этим человеком хотела строить всю жизнь. М-м-м, идите и рожать. Ох, ну-ка, ты сегодня такой поступил. Вот, и я хочу, чтобы он был всем этим хорошим. Ну что, вот такой вот ролик получился спокойный, без каких-либо приключений. Заказы вроде есть, как бы, не крупные. В основном все по премьеру. По элиту совсем мало. Ну а всем, кто смотрел ролик, я желаю удачи. Всем пока. Что у любви у нашей села батарейка. О-о-о, и я ее батарейка. О-о-о, и я ее батарейка. Я тасковал по тебе. О-о-о, и я ее батарейка. О-о, и я ее батарейка.